Задуматься о собственной безопасности пришлось и мячам после новостей о давке в баре-доске. Кто-то из посетителей распылил газ из баллончика. Казалось бы, мелочь, но остальные гости, начав задыхаться, потянулись к выходам и не смогли выбраться на улицу. У двери образовалась давка. Троим посетителям бара понадобилась помощь врачей. Накануне горячего сезона Ольга Качкурова попыталась выяснить, насколько безопасна в развлекательных заведениях Омска. Потеряла сознание. Очнулась. Я уже на улице, на земле. Дико болела голова. Потом мы спустя некоторое время зашли в коридор, чтобы погреться. Охранники лезли в драки. Они не пытались как-то вывести людей, успокоить их. Администраторы просто стояли за стойкой и наблюдали. Таким запомнился некий вечер в баре-доске после того, как между несколькими посетителями завязалась драка. И кто-то распылил газ из баллончика. Впрочем, арт-директор заведения ОЧП говорит совсем по-другому. Старались успокоить панику. Все делалось по инструкции, как это и должно было быть. Сотрудники пытались вывести людей. Администраторы сразу встали в гардероб. Ну, как-то помогали гостям. Открыли все окна, естественно. В ту ночь в баре было почти тысяча гостей и сотрудников. Когда в зале стало нечем дышать, все они попытались выбраться из помещения. На выходе началась давка. Люди теряли сознание. Несколько человек оказались в больнице. По правилам системы противопожарной защиты, в местах большого скопления людей на каждые 165 человек должно приходиться примерно по метру эвакуационного выхода. Минимальная ширина прохода должна быть не менее 1 метра 20 сантиметров. Таким образом, на тысячу клиентов в баре-доске должно было быть 5 эвакуационных выходов. Но их здесь лишь три. То есть в случае пожара больше 300 человек спастись не смогут. И надзорные органы об этом знают. Год назад Госпошнадзор совместно с прокуратурой проверили этот бар. Нашли 53 нарушения, в том числе связанные с эвакуационными выходами. Владельцев оштрафовали на 150 тысяч рублей. Это примерная выручка заведения за одну ночь. Устроить следующую проверку удастся не скоро. Объекты с массовым пребыванием людей, это более 50 человек, такие как рестораны, кафе, ну и другие заведения, проверяются не чаще, чем один раз в 7 лет. Впрочем, в большинстве клубов Омска, чтобы обнаружить нарушение правил безопасности, в том числе пожарной, и с проверкой ходить не надо. Достаточно посмотреть проморолики вечеринок. Некоторые из них мы показали специалисту аудита безопасности. Первые кадры из ресторана «Империя». Касаемо проводимых фаер-шоу и вообще, в принципе, применения открытого огня в помещениях, правила противопожарного режима трактуют конкретный запрет на применение открытого огня. При этом фаер-шоу в омских пятийных заведениях более привычное зрелище, чем инструктаж по технике безопасности для сотрудников. За 6 лет работы в разных клубах и ресторанах Омска Сергей не помнит ни одного. Не было таких занятий в клубе, где молодой человек работает сейчас. Чтобы не потерять работу, ведущий просит не показывать его лица и изменить голос. Основная часть сотрудников – это диджеи, ведущие, музыканты, приходящие, уходящие, которые отработали оговоренное количество времени, получили деньги и ушли. То есть в случае ЧП только самому спасаться и все. На постоянке есть такие, и там все формально, на случай проверок только расписаться в журнале – все. А значит, в случае опасности никто из сотрудников заведения не сможет помочь посетителям. Давка возникает почти при любом ЧП. И тут главное помнить о трех вещах. Достаньте из карманов все потенциально опасное. Например, шариковые ручки. Снимите все удушающее, украшения, шарфы. И старайтесь держаться ближе к центру толпы, подальше от стен и узких коридоров. Клиенты бара «Доски» утверждают, чтобы выйти из заведения в ту злополучную ночь понадобилось около часа. Если бы причиной эвакуации стал не перцовый баллон, а пожар, омские «Доски» вполне могли побить печальный рекорд Пермского клуба «Хромая лошадь», где во время пожара погибли 159 человек. Ольга Качкрова, Павел Ходынский и Евгений Слепов. Омск здесь.